Девушки отдыхают Экономика. Что такое экономика? Правильно. А на самом деле, что такое экономика? Это хозяйство, медведь, правила и законы, карты и обеспечения. Замечательно. А главные задачи экономики в чем заключается, Дамир? Удовлетворить детей. Удовлетворить что? Потребности людей. Так, хорошо. А что удовлетворить? Спасибо. А что удовлетворить потребности людей? Что нужно производить? Что нужно произвести? Вика, как ты думаешь, Саша, помоги? Товары. Правильно, товары и услуги. А что такое товары? Что такое товары? А, Сеня? Это вещь, которую можно потрогать и купить. Это вещь, которую можно потрогать и купить. А для чего этот товар? Эту вещь, предмет, производят? Чтобы удовлетворить потребность людей. Хорошо. Например, прийти к примеру товара. Морковь. Доска. 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 Пинал. Хорошо. Ева. Дневник. Дневник. А что такое услуги? Услуги. Света? Это работа. Это работа. Еще кто дополнит? Что такое услуги? Что такое услуги? Катя. Это работа, которую люди выполняют, чтобы удовлетворить те или иные потребности любых людей. Вы согласны? Да. Да. Молодец. Правильно. А какие отрасли экономики мы знаем, ребята? Какие отрасли? Сельское. Пожалуйста, я сам. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство и промышленность. Правильно, ребята. Давайте перейдем к промышленности. Куртки, шапки, шляпы, сапоги. Выпускает какая промышленность? Легкая промышленность. Отлично. Шоколадку, сок, печенье, конфеты, макароны выпускает? Регина, помоги. Легкая промышленность, считает Регина. Кто как думает по-другому? Пищевая промышленность. Правильно, пищевая промышленность. Автобусы, машины, трактора выпускает? Какая промышленность? Машина. Машиностроение. Замечательно, ребята. Правильно. Сегодня мы продолжим изучать этот большой раздел экономики. И познакомимся сегодня еще с новыми понятиями. И исследуем это понятие. А вот какое понятие вы сейчас догадаетесь сами. Вспомним сказку «Муха-цикатуха». Муха-цикатуха. Прочитай. Муха-муха-цикатуха. Муха-муха-цикатуха. Позаточенная брюхом. Муха к оболю пошла. Муха денежку нашла. Пошла муха на базар. И купила самовар. Вопрос. А каким образом купила? За деньги. За деньги. То есть что она сделала? Куплю продажу. Куплю продажу. Ребята. Она меняла деньги на товар. Правильно. Она меняла деньги на товар. Ребята, кто догадался? О чем мы сегодня будем говорить? Что такое деньги. Что такое деньги. Правильно. А какие цели и задачи на сегодняшний день? Сегодня мы в день играть в экономике. Так. Какую хорошую цель нам предложила. Катя. Еще. 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 Мы знакомимся с ролью денег в экономике. Мы знакомимся с ролью денег в экономике. Так. Хорошо. И еще Света хочет добавить? Скажем, какие деньги в разных странах. Правильно. Узнаем. Насчет разных денежных единиц в других странах. Отлично. Что такое деньги? Как вы думаете, ребята? Что такое деньги? А давайте посмотрим словаре. Так. Хорошая идея. Ты, Арсений, иди. Возьми шкаф в словарь и посмотри. А мы прожим, что такое деньги? Что такое деньги? Деньги. Это металлические бумажные знаки. Так. Еще. Это рубли. Это рубли. Еще. Это доллары. Это особый товар. Это особый товар. А что с ними делают? Покупают вещи. Покупают вещи на деньги. Хорошо. Ты уже нашел? Послушай, Марсения. Деньги. Металлические и бумажные знаки. Даляющиеся мерой стоимости прикупления-продажи. Средства, платежей и предметов накоплений. Так. Давайте немножко обобщим. Что же нам прочитал Арсений и Саваря Ожегова? Деньги это что? Мера стоимости. То есть определяет, сколько стоит товар. Это что? Средства платежа. Средства платежа. Как вы понимаете? Ну, платить. Можно оплатить товар. А что такое предмет накопления? Сбережение. Это сбережение. Правильно. Деньги, ребята, это величайшее открытие человечества. Согласитесь с собой? Да. Если есть деньги, можно приобрести любой товар и услугу. Каждую секунду на Земле производится бесчисленное количество товаров. А что же делать с этим товаром? Как донести его до каждого потребителя? Давайте. Донести его там. Кто в нем нуждается? Откройте учебники. Найдите ответ на этот вопрос. Как же нанести эти товары до каждого потребителя? Каждую секунду на Земле производится бесчисленное множество товаров, что уже происходит с ними дальше. Кто? Каждый товар должен попасть к тому, что в нем нуждается. Для этого происходит обмен товарами. Так, что же происходит, ребята? Обмен товарами. Существует два способа обмена товарами, ребята. Два способа обмена товарами. Два. Первый это какой? Читаем дальше, Дамир. Бартер. Бартер. И второй? Купы продажи. Купы продажи. Хорошо. А теперь найдите в учебнике. Что же такое бартер? Что же такое бартер? Пожалуйста, Вика. Бартер это прямой обмен товарик на другое. Так, давайте. А вообще, что же такое бартер? Кто как понял? Это прямое. И это? Громче не слышал. Это прямое обмен одни товарик. На другое. Так. А теперь найдите в учебнике. Что же такое купли продажи? Так, 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 так. Дамир, Вика. Так. Пожалуйста, Дамин. Купы продажи. Это такой обмен, в котором участвуют деньги. Так. Это такой же обмен, как бартер, ребята? Нет. Нет. А чем он отличается? В нем участвуют. Правильно. В нем, ребята, участвуют деньги. Правильно. Посмотрите, ребята. Нам нужно купить два товара. Диван и машину. Диван стоит меньше, чем машина. Так. А как вы узнали? Потому что на дивану меньше денег нужно, а на машину больше. А почему? Там механизм надо. Так. Труднее сделать машину. Там механизм больше. И можно купать шахты. Так. Металлургия должна работать больше промышленности, да? Металлургия. Металлургия должна работать. Еще почему за нее больше выложили денег? Цена. Цена. Правильно, ребята. Цена у нее выше у машины, чем у дивана. А что такое цена? Что такое цена? Катя. Цена указывает, сколько стоит товар. Правильно. Цена указывает, сколько стоит товар. Совершенно верно, ребята. Правильно. Снова поработаем с учебником, ребята. Как же производить обмен в бардах и куплю-продаж? Раньше, а раньше, как производили обмен товаров? Ну, видите, в учебнике. Давайте посмотрим. Кто-кто. Люди придумали деньги уже в глубокое для них вместе. Пользоваться ими оказалось так удобным, что их стали называть одним из величайших изобретений человеческих. Правильно. Ребята, а как вы думаете, деньги всегда существовали такие же, как... Нет. Как в час в настоящее время? Нет. Нет. Дальше, пожалуйста, почему вы так считаете? Потому что сначала деньгами слушали различные предметы. Например, морские раковины, шкурки, зверей. Смотрите на складе. А потом... На смену им постепенно пришли металлические деньги. Вот я показала. Монеты и бумажные деньги. Могноты. Правильно. А потом пришли уже бумажные деньги. Первые бумажные деньги появились в Китае. А в России они, ребята, появились чуть-чуть попозже. И мы снижаемся без газа, без газа, без газа. Газа. Правильно. И снижаемся без газа. И снижаемся без газа. И снижаемся без газа. Верно, ребята. Вот я вам подготовила образцы банкнотов. Это банкноты старого образца. Посмотрите, ребята. Раньше были вот такие банкноты. Нельзя никакие были. Более уже крупного, большого размера. Потом появились вот такого образца банкноты. И следующее образец. Да. Все они уже устарели. Эти банкноты уже устарели. И сейчас в каждой стране действуют, ребята, разные денежные единицы. Например, у нас в России. Рубль. Рубль. Правильно. Все неизвестные. Рубль. Рубль. Ой, вы все знаете. Европа и евро. Европа и евро. Европа и евро. Правильно, ребята. И каждая денежная единица, ребята, представлена монетами. Это металлическими деньгами. И банкнотами. Это бумажными деньгами. А еще какие деньги существуют? Как вы думаете? Еще какие денежки существуют? Электронные деньгами. Правильно. Электронные деньгами. И сейчас еще с утренемием, и есть телефоны сразу. Даже телефоны? А, есть даже электронный кшелек. Здорово. Посмотрите, ведь как удобно иметь пластиковую карточку. Чем с собой носить? С тяжелым кшелек. С тяжелым кшелек. С тяжелым кшелек, да. Это электронный кшелек, потому что там сразу только телефон в сабом магазине не брать. И все. Как удобно, ребята. Отлично. А как вы думаете? Вот ваши родители откуда берут деньги? Зарплату. Получают зарплату. Правильно. Большинство людей во всех странах получают деньги в качестве зарплаты. А на что они тратят эти деньги? На деньги. А на что они тратят? Необходимые товары и услуги. Правильно. На необходимые товары и услуги. Совершенно верно. А все деньги, все заработанные деньги тратят ваши родители. А они не обещали. Это сбережения. Они сбережают их на потом. На потом. То есть оставляют. Так ведь? Оставляют часть денег. Мы как нам денежку дали и положили в копилочку. Вы свои карманные денежки положили в копилочку. А родители чаще всего свои сбережения ходят в банке. Правильно, ребята? Они хранят в банке. Хорошо. Сейчас мы с вами проведем графический диктант. Посмотрим, как же вы усвоили все эти новые понятия. Итак. Возьмите первый листочек. Я вам подготовила уже. Если вы сказали верно, поставьте плюс. Если не верно, поставьте минус. Так. Время пошло. Хорошо. Хорошо. Обменяйтесь листочками. Возьмите карандаш. Возьмите. Можно прям так же. Вместе со скрепкой. Возьмите карандаш. И проверим. Ключ, ребята. На доске. Хоть и вопросы у вас были разные, но ключ у всех одинаков. Первое высказывание. Неправильный минус. Второе. Третье. Правильно. Верно. Четвертое. Неверное. Пятое. Верное. И все правильно. Вернули. На родину. Свои листочки. Неченькое. Так. Хорошо. Поднимите руки. У кого пять галочек. Так. Как здорово. Так. У кого? У кого? У кого? Так. У меня тоже. Отлично. У нас тоже. Отлично. Отлично. Молодцы. Замечательно. Все выполнили на пять. Молодцы. Первую пятерку получили. Хорошо. А сейчас мы с вами немного отдохнем, а потом мы будем работать. Практически. Итак, встали. Давайте проведем три минуты. Руки на пояс. Раз, два, три, четыре, пять. Будем бейнуть и считать. Один, два, потратим на то, в котором лежем. Третью монетку потратим на одежду. Четвертую денежку на еручку. А пятую берем. А пятую берем и хлопилочку берем. Отлично. Садитесь, ребята. Достали свою монетку. Достали монетку, ребята. У меня нет. Так. У монетки есть две стороны, ребята. Лицевая и оборотная. О, у меня какая большая монетка. Ух ты, ух ты. Посмотрите. Вот это лицевая сторона. Я не знаю, ничего купить. Я не знаю, ничего купить. Ты бедно подметила. Это только макет. Эта сторона называется лицевой. Еще она называется орел и адрес. Поверьте монетку свою. Это оборотная. Это оборотная. Посмотрите. Здесь есть номинал. Номинал. То есть сколько стоит эта монетка? Легенда. Да. Здесь есть легенда надпись. Эта сторона еще называется, ребята, решка и реверс. Посмотрите, ребята, ребро. Оно какое у вас? Какое? Немаловочное. Я туда просто монетку. Посмотрите. Оно какое ровное? Нет. Нет. Это гурт. Это гурт. Называется гурт. Эти, ребята, насечки защищают монетку от подделок. Посмотрите, ребята, на лицевой стороне тоже есть надписи. Они называются, как я сказала, легенды. Еще внизу вы видите год. Как вы думаете, что он означает? Дата год. Да, правильно. Вот выпуска этой монеты. Убрали монетку. Металлическую монетку. Убрали. Достали монетку, которую я вам приготовила. Макет монетки. Давайте проверим, как же вы усвоили. Как же вы усвоили, ребята, этот материал. Как вы работаете на местах, а в доске вы пригласили? Можем. Давай, Дамира пригласи. Или Егина пригласи. Пожалуйста. Каждый работает. Так. Никто не подсматривает. Никто не подсматривает. Никто не подсматривает. Мне нужно подсматривать. Мне нужно подсматривать. Так. Так. Ой. Летен. Защищай свою работу. Показывай. У тебя какая страна? Оборот. Оборотная. Так, дальше. Что еще ты видишь на своей? Реверс. Реверс. Дальше. Решку. Решку. Еще. Легенду. Легенду. Правильно. Гуд. И есть у тебя еще номинал. Согласны, ребята? Да. Отлично. Молодец. Садись, Дамир. Хорошо. Пожалуйста, регенда. Для лицевая. Для лицевая страна. Правильно она указала? Да. Так. У меня есть А. Аверс. И Орел. Орел. У меня еще есть Гурт. 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 И номинал. 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 Она все части отметила? Нет. Да. Что она упустила? Номинал. Легенду. Легенду. Пожалуйста. Пожалуйста, Катя. Пожалуйста. Где у нас легенда? На лицевой стороне монетки. Вот. Вы согласны? Да. Правильно, ребята. Молодцы. Отлично справились с работой. Поаплодируем себе. Отлично. Молодцы. Ребята, а как называются люди, которые коллекционируют монеты? Изучают. Как вы думаете? Кто знает? А? Пожалуйста, Саша. Номинсмар. Номинсмар. Совершенно верно, ребята. А слово номинсмар. Правильно. Это латинское слово. Правильно. Но не сломонета. Совершенно верно. А для чего они коллекционируют, ребята? Для чего? Для чего они коллекционируют? Чтобы изучать историю, так и происхождение денег. По монетам можно узнать историю страны, ребята. Совершенно верно. Молодцы. Давайте мы с вами подведем итог урока. Что такое деньги, ребята? Какой вывод общий мы сделаем? Что такое деньги? Деньги, потому что ассорт, который может поменять на любые другие товары и услуги. Совершенно верно. А что такое бартер? Что такое бартер? Бартер это... Саша. Это прямой обмен предметов. Предметов и товаров. Совершенно верно. Купля-продажа. Что такое купля-продажа, Даги? Купля-продажа. Купля-продажа это особый... Это такой обмен, в котором участвуют деньги. Все согласны? Да. Да, ребята. Правильно. Существует два способа обмена товарами. Это бартер и купля-продажа. Где участвуют... В каком обмене участвуют деньги? Купля-продажа. Купля-продажа. Итак, домашние задания. Вы видите на слайде, ребята. Домашние задания я оставлю здесь. На доске. Перепишите все это в длиник. Ребята, у вас домашние задания будет на выбор. Я предлагаю вам три задания. Можно выполнить одно задание. Можно выполнить два. Можно выполнить все три. Первые задания это написать сочинение, рассуждение, что такое в деньги. Второе и третье по учебнику. Итак, ребята. Завершая урок, я предлагаю вам запомнить билетик на выход. Это вам на память, монетка, по тебе. Под знаком плюс запишите те понятия, которые вы сегодня очень хорошо усвоили и можете объяснить любому. Под знаком минус запишите понятия, которые вы не очень хорошо поняли, над которыми нам нужно еще будет поработать на следующих уроках. Итак, заполняем свои билетики, прикрепляем на доске. Все основные понятия вытянуты здесь на доске. Сколько билетик там? Сколько билетик там желтенький? Останавливаем. Останавливаем себе? Да. Я не хочу. Так, отлично. Замечательно. Вы оставили свои послания. Есть? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. А вот это все. Это вам. Это вам. Все? Я очень рада, ребята. Так много понятий у вас под знаком плюс. И почти совсем ничего не много. Только понятия под знаком минус. Отлично, ребята. Спасибо вам большое за урок. Вы можете помнить. Спасибо.